Да, чтобы говорить, что Иисус умер за грехи людей, ждет с покаянием. И вот для этого мы сюда пришли, чтобы дать им знать о Слове Божьем. Вот что Бог оставил людям. Святую Библию. Батюшка, давайте помолимся. Давайте помолимся. Начинайте, а мы вас попустим. Боже, милости, будь мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй, и благослови этих людей. Откроем сердце их, чтобы они искали Тебя, нашли и служили Тебе, Христе Божий наш. Уверовали в Тебя, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Покажи им, Господи, что будет тем, которые не слушают Тебя. Ибо верующие в Тебя имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. За все Твои милости мы благодарим Тебя, наш Господь и Бог. Смысл, зачем жить? Вот мы живем за тем, чтобы найти смысл жизни. А смысл жизни это то, что надо найти смысл жизни. А Лев Толстой говорит, когда мне рассказали, что нет ничего за гробом, от меня года три прятали все шнурки и веревки. Я не хотел жить, задавиться хотел. Радости в жизни человека процент один, а 99 горе, слезы, кровь. И зачем жить, если ничего нету? А когда человек верит, он знает, выполняет волю Божию. А зачем кто-то не повлазит, если ты пока не здесь живешь? Ну а смысл-то в чем? Что Бога, если нет, откуда все взялось? Один вопрос. Как? Ну, это, как смысл и по-научному, это взорвалась, короче, такая огромная звезда, новая селена появляется. Значит, научно-то, голова-то своя есть. Есть слон, есть воробей, что это одно и то же? Нет, это разные. Ну как они разные, могли быть одно. Ну, от чего-то пошло. Один пернатый, другой не пернатый. Ну вот это и оно. А то, говорят, путем, эволюции. Кит плавает, да? И там в воде плавает какая-то каракатиса, и что, одно и то же? Нет, они могут другим каракатиться, может, к другому виду относиться. Вот вы сейчас думали, что выключатель переключить надо, рука повернется. Вы только подумали, рука... Кто это так сделал? Таким совершенным зрением, слух, совесть. Ну, блин, у каждого своего точка зрения. Вот к чему стремится. Я не стремился к тому, что верят туда-то. Да не надо этой кочки. Ну, маленько-то, посмотрите на мир, красота какая. И как все разное. Вот стрекоза, стрекоза летает, четыре крыла. Больше нету четырех крылых. Готовая летит, как вертолет. Вперед и назад. Калибри так может летать. И орел в Поднебесе летает. Что это, оно и то же? Как оно могло такое разнообразие? Разные цвета. Ворон черный. Куропатка зимой белая. Жулан там и серый, синий, зеленый. У него все желтое есть. Кто это так сделал? Кто разукрасил? Это их генетика. Они должны так. Это типа их самый сохранится. Вот заяц, он же сам русый. Он может же поменять цвет. Это чтобы он защитил себя. Он будет сливаться с обижающим миром. Ископаемых ни одного нету. Где между человеком и обезьяном промежуточное звено нету. Между лошадью и коровой нету промежуточного звена. Ни одного скелета нету. Ни один археолог не видал. Не слышал даже. А вот в том виде, какой был человек, такие же встречаются и дальше. Где эти кладбища были? Скажите, пожалуйста, как он тогда человек появился? Вот как его Бог, по ваше зрение? Ну как Бог, а то потому и Бог, что он выше. Он не подается исследованию. Он безначальный и бесконечный. Не в пространстве. Он же всеможущий, да? Он типа все может, этот Бог. Вы сегодня утром молились, нет? Нет. Вот встал, отряхнулся и пошел. Сел за стол, в баню перекрестил. Не сказал слава тебе Господи. Все нормально это? Ну как это так? Ну Бог сотворил мир. Вот допустим, родной ваш отец. Ваш отец кормит, поет. Вам, допустим, 10 лет. А я его не признаю отца. Ну откуда ты взялся-то? Кто тебя кормит-то? Дал корм тебе. А я не признаю. Но это больше. Бог-то дал не то, что отец. Землю дал. Она летит со скоростью пули где-то. Галактика. И все свое место знает. А втуда я галактику создал? Да тот же самый Всевышний Господь. Уже в Библии все описано. Описана большая медведица, малая медведица, Орион, Плеяда. Все описано. Орион это все просто звезды. Они просто рядом стоят. Они просто привели имени. Типа вот все такое. А вы где-нибудь считали когда-нибудь книгу такую, чтобы она говорила, что будет дальше? Вот мы живем сейчас, а что за нами дальше будет? Вот эта книга, она говорит о том, что будет дальше. Мы совершенно точно знаем, какой правитель будет, сколько будет царствовать, где столица мира будет. Денежной системы не будет, границ не будет. Столицей мира будет Иерусалим. Это написано 2000 лет назад. Уже прощали. Вы видели, что в моем городе было наводнение? Они могли видеть? Ну, конечно. Но и в поток. А как вы объясните? Вот я живу в Барнауле, Алтайский край. У нас лога. Вот начинается дорога ровная. Сразу маленький промыв. Потом, ну, 100 метров. Расширяется до ширины 50 метров и глубиной метров 5. И все лога, трошки сходятся на одном большом логе. А куда земля делась-то? Откуда? А вот вы сами подумайте. Каменный уголь. Из чего? Это окаменелые деревья. И все успокоились. Почему сегодня околаменелых деревьев нету? Упало, сгнило, упало, сгнило. А это бывает величина угля 5 метров и больше. Это сколько надо было деревьев? И как они там оказались под землей-то? Деревья эти. Ну, маленько, хоть чуть-чуть мозгами. Это можно шевельнуть. Это не обидно будет. Ну, знаешь, я вам скажу. Потоп. 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 Целый год стояла вода. Самые большие горы были залиты водой. Деревья разбокли. Это корни выдернуло. И теперь огромные массы девственных лесов несло, когда вода пошла под землю. И туда унесло их. И глиной все это засыпало. Без доступа воздуха. Каменный уголь. Я не живу на огромной местности, но, блин, тогда вот если тут Библия все тут рассказала, ну, вот рассказала, ну, будущее видит. Почему тогда никто не остановит тут все, что будет про будущее? Почему мы должны это все оставлять так и есть? Так подошло уже вплотную. Это человек умрёт. Почему бы ему не помочь? Сколько на земле наций? Давайте. Говорить надо хоть какие-то знания иметь. Я задам вопрос. Сколько на земле на речи языков? Вот русский, английский, французский. Сколько всего? Ну, их тысячи много. Но есть, которые не зарегистрированы. Ну, сколько зарегистрировано? Запишите, я вам скажу. 2896. Вот скажите, пожалуйста, где вы сами работаете? Я вам говорю, да, данные, которые, можно не проверять. Если я одновременно в пяти университетах преподаю в школах, в милиции, радиопрограммы, ясное дело, что меня допускает как человека, знающего, что отвечать. Я отвечаю на тысячи вопросов. Ни на два, ни на три. Вы зайдите на наш YouTube, посмотрите. Ему равных нету. YouTube у нас 17200 роликов только. У вас? Да. У вас канал свой, да? Да. Сколько там у нас? Сейчас расскажу. Скажите, пожалуйста, называется YouTube. Значит, запишите канал. Слово канал. Не просто так, а с миссионерской поездкой. У меня вышли из печати 38 томов книг. И знаю, что библиотеки бедные. Я решил их подарить библиотекам мира. Ну, из Барнаула доехали до Владивостока. Потом забросили контейнер тонн 5 книг границы. Прошли до конца все тут районы. И прошли Европу до Лиссабона. Прибалтику, Скандинавию, Север и Турцию. А туда в Краснодар, да? Ну, по всем районам Краснодара прошли. У нас там очень близкие знакомые сейчас живут, есть. И подарили книги в 650 городов и сел на 35 миллионов рублей. Потому что книги имеют особое качество, свойство на людей. Возрождают души. От опыта жизни. Вот я был 45 лет начальник детского лагеря, который сам образовал. Строим православную деревню. Я извиняюсь, я вас перебил. Вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь сейчас вот к тому, что, допустим, все переходит в интернет, цифровое вещание, и книги уходят на второй план? Что вы на счете думаете? Давно уже я слышал о том, что писать разучится, как в Швеции, а только в интернете. Ничего подобного. Мало что говорят. Все переходит. Ну и все. Электричество отключили, и что? Будем еще ботинки целовать? Ну, то как? Ничего. Вот эту книгу, как мы дорогой едете будете считать? Как вы ее возьмете в руки, если она только в интернетной версии? Дома надо сидеть. Вот мы, допустим, строим православную деревню с нуля. А их сел разрушено, 21 тысяча уже погибших. Еще 10 на ладан дышат, 1-2 человека осталось. Мы получили статус, своя бывшая наша деревня, 20 лет там никого не было. Построили школу государственную, храм, электричество. Все за свой счет. Дороги сами строим. Можно вопрос? Как вы относитесь к политике сейчас, которая происходит в стране? В общем. Ну, вот относитесь. Вы только не убегайте. Вот начнешь с вами разговаривать, а вы тут... Я просто говорю, я здесь уже не один месяц сижу. Вернулся только что. Дело в том, что здесь половина голые мужики. Процентов 85 мусульмане. Это самое блудное место в мировой истории. Сейчас рулетка. Мусульмане? Вот смотрите. И научились ругаться, пить. Вот говоришь с ними, а сейчас что-то дойдет, то сок, то пьет и пьют. Все. Я говорю, почему я, ведя занятия в пяти университетах, ни разу не позволил себе ставить стакан воды на кафедру? Почему? Вы меня извините. Я отвечаю. Я отвечаю сейчас. Смотрите. Надо не вопросы только задавать, а сам, что ты сделал для того, чтобы по-другому было. Вот детей много беспризорных. Нургалиев, министр внутренних дел, говорит, до трех с полной миллионов. Согласен. А что сделали? Мне, Господи, я не сам. Бог это позволяет. Создать лагерь. Детский. И с 45 лет я его начальник. Ты можешь пойти Библию достать. Да будешь знать закон Божий. А вы знаете то, что я... У меня времени нет на храмы ходить, работа. Вот это не дает. Хочу, хочу, но... Знаете, в Библии написано так. Если весь мир приобретешь, а душе повредишь, какой выкуп дашь? У меня столько-то так. Вот у меня друг, у него 10 детей. 10. И он едет, живет в Искитиме, жил он до Новосибирска. 60 километров. Каждую субботу, воскресенье там. Работает на заводе. Сад свой. 10 детей в настоящее время. И никогда он не скажет, что мне некогда. Как некогда? Главное душа, а не тело. А тело-то накормить можно, на подножном корму прожить. Ну понятно, понятно. Ну по вас видно, вы видна батюшка, да? Я не священник, брат у меня священник, родной. А, ну по вас просто видно, что вы похожи на священника. Да, знаете, если вас заинтересует, что... Вы можете зайти на наш YouTube-канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там у меня 17200 роликов наших. Сколько роликов? 17200. Хорошо, я зайду, посмотрю. Мы строим деревню православную с нуля. Вот у меня... Ну вам интересно было посмотреть. Вот мне Бог позволил издать 38 книг. Я вел занятия в пяти университетах, там по радио непрерывно. И книги подарить в библиотеке мира. Мы проехали из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия. В северности. 650 городов везде подарил в библиотеке полный комплект. Один комплект 750 евро. Это по сегодняшним деньгам. Подарок сделали на 35 миллионов. Охренеть, офигеть. Вам будет интересно увидеть, как мы деревню с нуля строим православную. Называется «Во свете Библии» канал. Хорошо. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот если вы это запомните, Игнатий Лапкин, и по скайпу меня найдете, а я один с этой фамилией. Я скину все материалы. У нас сайт какой. Там 50 книг моим голосом насчитаны. А вот я тоже могу голос издавать. Битбокс называется. Битбокс знаете, что это такое? Нет, не слышу. Поближе я плохо слышу. Я говорю, молитвы можно читать с битбоксом? Пожалуйста. А это что у вас такое? Это битбокс. А, нет. Не надо. А вы молитвы какие знаете? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Что-то такое знаю. Ну да. Вы знаете, что? Иисус умер за грехи людей, пришел на землю. И теперь зовет с покаянием, чтобы люди покаялись, жили по Евангелию. Мы для этого... Я отхожу церковь, я обязательно отхожу. Здесь, понимаете, половина мужиков голые валяются в щадрулетки. Процента 85 мусульман. Это место самое развратное на земле. Все собрано здесь. Это Содом и Гаморра. Женщина тут голая, с сиськами машут, совокупляются. Мужчины анонизмом занимаются. Ужас один. Я знаю. Я... Бать, я серьезно. Только не ругайтесь. Ни одного слова плохого не говорите. Чтобы вам не было стыдно потом. Я тебя серьезно, отец, понимаю. Чадрулетка это... Тут собраны самые неадекватные люди, самые хамы. Тут очень творится, очень неповторимо. Да неадекватные. Блудники-прелюбодеи. Наркоманы-сквернословы. Табакуры. Самые последние отъявленные отбросы общества. Почему? Главное здесь это блуд. Уже раздетые стоят. Уже на вахте стоит, караулит. И она тоже выставила на прилавок, выложила сиськи. Пожалуйста, кто? Идите. Женщина горше смерти, Соломон говорит у экклесиаста. А через нее мы все умираем. Ты женись и живи, как Господь повелел. Чисто, свято, чтобы она была как сестра твоя. Да. Все правильно. Ну вот вы, если будет желание, через скайп найдите меня, Игнатий Лапкин. И там, только напомните, что именно и вы ищет рулетки. Я только что разговаривал с мусульманами. Они начинают, Библию показал. Ну, а мы мусульмане. Я говорю, у вас, наверное, эта книга? Да. Я говорю, считай, что написано. Ни один прочитать не может. А у меня один том написан о Коране. По сурама я там разбираю. У меня 38 книг вышло из печати. Каждая книга 752 страницы. Для Бога жить. Человеку-то невозможно сделать, что мы делаем. С нуля деревню православную. Где может поселиться, или разговариваем с ним. Кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Ладно, хорошо, я понял, я понял. Я сам вообще не клю, не курю. Я работаю, я никогда... Все. Я курю, но я бросил курить. Я никогда... Молодец. ...по больше никогда не буду курить. Мне 21 год, я работаю, но я учиться пойду. Как вас звать? Меня Антон зовут. Антон? Да. Да благословит вас Господь и родных ваших. Для славы Божьей, чтобы все нашли путь спасения. Спасибо, отец. Спасибо. А мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Да. Хорошо, я буду знать. Да. Спасибо, я посмотрю. Вот если вы зайдете на наш... У меня сайт через гугл, это не ютуб, сайт. Во свете Библии Игнатия Лапкина, они все называются одинаково. Вы там найдете все книги, государственные фильмы, она снятая. Вам будет очень интересно. У меня 4 тома стихотворения, каждый том 800 страниц. И каждое стихотворение 36 строчек, 9 куплетов. Вы поэзию любите? Да, да. Хотите, я вам расскажу, ну, у меня стихотворение, 3467 стихотворение. Давайте расскажите. Ну, это автобиографично, так скажем. Потому что я много сидел за слово Божие, меня арестовывали, власти меня гоняются все время. Пример к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что имя мёд Акриды, а штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу. Обалдеть. Классный стих. А вот я наработал на корабле, как у нас было. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительно крен возрастал. Сметение росло. Но раздался вдруг голос. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопасти, виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударом и снег. Остались минуты. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы. С ледяной повязкой. О чём бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. И ну и клянут капитана, стармеха, проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнётся волной, дай Боже, чтоб к небу с своей кончиной других я увлёк за собой. А вот если вы прочитаете стихотворение «Святая Русь», там несколько куплетов. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали всё от севера до юга, до порта Артура, оспу, островов. Всё подгребли, саму, тайгу и в югу. И расплодили нехристей в воров. Кто хуже нас сокровища земные транжирит, сжёт и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, Татарам и Чечне. На нашей земле вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. О, эй, 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 эй! Спасибо.